Сейчас я прогуливаюсь по Цветному бульвару, излюбленному месту прогулок москвичей и гостей столицы. Кстати, Цветной бульвар называется Цветным, потому что в середине 800-х годов, когда его здесь основывали, здесь был цветочный рынок, не потому что здесь цвета, а потому что цветы. Так вот, не в этом суть. Я вам уже рассказывал про район Центрального округа Пресненский, рабочий район бывший, рассказывал про район Южная Будова спальня, и сегодня я буду рассказывать про район Мещанский. Вот как раз по нему мы и ходим. Ну и какой Цветной бульвар без цирка на Цветном бульваре? В 1880 году построено здание, почти 100 лет это был единственный цирк в Москве, пока не построили цирк на проспекте Вернадского. Напротив цирка стоит памятник Юрию Никулину, здесь не очень красиво, вокруг него сейчас как раз перекладывают плитку и бордюры. То есть вот как раз можете видеть сам процесс, известный, мне кажется, на весь мир. Это вот московское перекладывание плитки. Центральный рынок на Трубной, на нем висит вон цифра 1840, видимо 1840 год основания. Здесь всегда шла торговля, сейчас это модное место сосредоточения молодежи и немолодежи, играет диджей, весело, хорошо, летнее настроение. Сейчас все московские рынки выглядят вот так. То есть здесь, в центральном рынке, два этажа сверху-снизу, различные столики, множество различных фудкортных кафешек разных стран и так далее. То есть абсолютно разные кафешки, где хотите покупаете и сидите тоже где хотите. Калинка, калинка, калинка моя. Театр «Русская песня» Надежды Бабкиной. И здесь же рядом соборная мечеть известная. И вот совсем тоже рядышком строится новый вариант олимпийского. А вы что его снесли, честно говоря, даже не знаю. В 1929 году политуправление РККА приняло решение о возведении Центрального театра Красной Армии. Потом он менял свое название на Советской Армии, сейчас это Театр Российской Армии. В нем самая большая сцена в Европе. Вот такой Екатеринский парк. Люди гуляются. Там идут танцы для возрастных людей. Там дальше пруд. Такие вот зеленые зоны в Москве. Это норма. Мемориал подводной лодки «Курск», которая пошла на дно в 2000 году. Большая катастрофа. Больше ста человек экипажа умерло. На глубине больше ста метров какая-то катастрофа там произошла. Я уже, к сожалению, не помню. Но вот увековечили таким мемориалом. С 1963 года вход на станцию метро «Рижская» украшает вот такой вот памятник. К сожалению, он сейчас на реконструкции его пьедестал. Вообще некие ремонтные работы идут. Но суть у нас не в ремонтных работах, а в достопримечательности. Стоит некий рабочий и торжественно держит искусственный спутник Земли. Первый искусственный спутник Земли. Назывался он «Спутник-1». Знаменитый Рижский вокзал. Один из десяти вокзалов города Москвы. На нем, видите, такие куранты известные. Они в мое студенчество отбивали первые строчки припева песни «Верни Саш» Раймонда Паулса. Сейчас вокзал закрыт. Мне прям сегодня везет на различные реконструкции. До первого сентября у него ведется реконструкция как снаружи, так и внутри. Там какие-то транспортные развязки. В русском стиле он построен в 1901 году. Очень часто снимался. Был снят в различных советских кинофильмах. Ну, согласитесь, шедевр архитектуры. В начале 1770-х годов в Москве бушевала чума. И Екатерина II указала в 1775 году построить вот на этом месте больницу. Назвали ее незатейливо Екатерининской. Сейчас это так называемые МОНИКИ. Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского. Вот здесь план-схема. Это очень большая больница в Москве находится. Здесь работает весь свет медицины России. То есть здесь различные открытия, исследования. Все проходит. То есть это большая действующая больница. Здесь же факультет усовершенствования врачей находится. Я, естественно, не буду обходить ее всю целиком. Вот здесь в нашей стране управляют космической отраслью. Это Роскосмос. А напротив ГУП Метрополитен. Здесь управляют московским метрополитеном. Если говорить про рынки, то в Москве вот такие вот ярмарки выходного дня разворачиваются на различных улицах. В далеком 1677 году была основана церковь Филиппа Метрополита в Мещанской Слободе. Вот вы ее можете видеть. Историческое здание, объект культурного наследия. Религиозный тихий уголок в самом центре Москвы. Начиная с 17 века эта улица носила название Первой Мещанской. Это была центральная артерия района. Она такой, в принципе, остается в этом районе центральной. Но сейчас она называется Проспект Мира. После того, как в 1957 году в Москве прошел фестиваль молодежи. Все за мир. Вот, кстати, знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев. Это его дом моды. А вот и знаменитый аптекарский огород. Старейший ботанический сад России. Основанный Петром I в 1706 году. Тогда управляли этим ботаническим садом немецкие специалисты. Среди них был первый директор ботанического сада Гербер. Все мы знаем цветок Гербера. Это вот как раз от его фамилии производная. Петр I тогда здесь посадил три дерева. Одно из них, лиственница, до сих пор здесь есть. Внутрь я не пойду, потому что вход достаточно-таки дорогой. А я здесь уже бывал. Здесь три крутые очень оранжереи, экзотических растений внутри. Помните картины Иван Царевич на Сером Волке и Аленушка? Всем известные, которые находятся в Третьяковской галерее. Их написал Виктор Васнецов. Так вот, это его дом. Построенный по его рисунку. Он здесь жил и он здесь умер. Этот район, это Блядский, извиняюсь, район. Здесь бушевала проституция в свое время. И единственные в мире беременные кариатиды находятся вот на этом доме. В назидание жрицам любви. А вот и знаменитый Склиф, НИИ Скорой помощи имени Склифосовского. Очень крупный медицинский центр и научно-исследовательский институт в Москве. Сандуновские бани, так называемые Сандуны. Здание 1808 года. И с тех времен как раз эти бани-то и работают. Это были лучшие бани в Москве. Вот здесь лошадки, а здесь гуляют люди. Многим известное здание Центральный детский магазин. Бывшее название Детский мир. В 1953 году основанное. Посмотрите, как оно блестит. Оно снаружи и в ночи куда симпатичнее, чем днем. Внутри там тоже все очень красиво. К сожалению, сейчас зайти не смогу. Сейчас ночи. А вот вам Москва ночная. Так это все и происходит. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok